Всем привет! Вторая часть нашего спиннингового ликбеза. Как и обещал, сегодня поговорим про строй. Самая-самая вещь, которая меня бесит уже в протяжении нескольких лет, это когда говорят, что у спиннинга есть два строя. Строй типа в статике и в динамике. Ребята, это полный идиотизм. Объясню, в чем дело. Дело в том, что мы все в школе как-то немножко физику учили. Так вот, тело своих свойств при приложении усилия, оно в принципе не меняет. Поэтому строй, он есть строй. Что же такое строй? Строй это та часть спиннинга, которая максимально сгибается под относительно слабой нагрузкой. Давайте я вам сейчас покажу. Мне Алексей поможет. Что такое спиннинг быстрого строя, среднего быстрого строя, среднего строя, ну и соответственно медленный. Я вот тут собрал несколько вариантов, чтобы было четко видно и понятно. Надеюсь, как бы камера передаст. Давайте начнем как всегда. Самый логичный, самый как бы первый вопрос в магазине. Приходит чайник и говорит, хочу спиннинг для джига, мне пожалуйста фаст. Что же такое фаст? Показываю. Вот это вот классический спиннинг фаст. Алексей, держи, пожалуйста. Мы сейчас так согнем его аккуратненько. Видите? Вот это гнется. Дальше нет. Дальше будет гнуться, естественно, когда мы увеличим нагрузку. Но сейчас именно по отношению к строе это никакого как бы информации нам не несет. То есть мы видим, под относительно небольшой нагрузкой согнулась только вот эта часть. Плюсы и минусы. Плюсы таковы. Мы четко можем достаточно коротким движением сделать заброс. У нас достаточно высокая точность, потому что вот этот кусок злой, жесткий. Вот. А дальше начинаются минусы. Минус номер один. При строе фаст говорить о какой-то чувствительности в руку, особенно при джиговой рыбалке, вообще не приходится никак. Потому что мягкая вершинка, она абсолютно смягчает передачу в руку падения приманки на дно. Визуально вы видите, что вот у меня ах там приманочка упала. В руку этого не будет. Вот. Это первый минус. Второй минус. Относительный. А с пиннингами со стройом фаст в принципе очень неудобно ловить на крэнки и упористые вертушки, например. Почему? Потому что вот эта вот вершинка согнулась на течении. Дальше достаточно злая средняя часть. Ну как бы вы представляете, как будет удобно и комфортно, когда приманка согнула, делать проводку. То есть никак. Фаст для этого не подходит в принципе. Третье. Чего фаст не позволяет. Фаст не позволяет делать нормальный твитчинг. Если мы хотим приманку дергать, то фаст вам это делать абсолютно не рекомендую. Вообще на самом деле для этого нужно строить регуляр. Вот. К этому мы вернемся. Значит в принципе это все. Про фаст. Как я уже сказал, единственный реальный полноценный плюс это возможность увидеть визуально падение приманки на дно. Это возможность визуально зафиксировать поклевку. Ну простите, как бы у нас здесь баса нет. Вот. Поэтому обычно это нужно для ловли баса. Когда бас начинает зажрать резину и у тебя мягкая вершинка не дает, не оказывает ему большого сопротивления. Вот для баса фаст даун зачастую нужен. Для нашей рыбы мы никому не даем зажрать, но пожалуй только редко-редко окунях. Вот. Поэтому для нашей рыбы это в принципе все не, как бы, никуда. Фаст, я считаю, на самом деле, реальный фаст, одним из самых неудобных под нашей рыбалку строя. Вот как бы спиннинг, честно говоря, мой. Это фаст, но это фаст именно под вариант микроджига. Это немножко другая песня, вообще там другой космос. Я просто взял этот спиннинг для того, чтобы его показать, как бы, на нем наглядно показать строй фаст. Следующий строй, который у нас есть, это регуляр фаст. Вот здесь уже все сильно интереснее. Чем же он характерен? Вот типичный пример регуляр фаста. Возьми. Мы его начинаем напрягать и что мы видим? Согнулась здесь и ушла вот сюда. Изгиб. Плюсы и минусы. Вершинка у нас жестче. Соответственно, контролировать проводку того же воблера, твичинговый, будет намного удобнее. Раз. Во-вторых, падение приманки на дно при джиговой рыбалке в руку мы будем чувствовать сильно-сильно лучше. Именно падение в руку. Визуально будет чуть хуже, но есть приемы, когда можно сделать и визуализацию нормальную и чувствительность в руку. Для чего регуляр фаст? На самом деле, как раз регуляр фаст считается оптимальным спиннингом под джиг. Почему под джиг? Потому что мы, с одной стороны, из-за относительно мягкой вершинки, не фастовой, но все равно относительно мягкой, мы видим визуально, как приманка упала на дно. При этом жесткости вершины достаточно для того, чтобы почувствовать падение приманки в руку. Что еще? Собственно говоря, как бы с регуляр фастом заброс дальше. Почему? Потому что работает большая часть блака, она делает, скажем так, такой досыл при забросе приманки, и она летит подальше. Вот это плюсы и минусы. Кратко, там можно говорить долго и много, не буду. Кратко, плюсы и минусы регуляр фаста. В общем, для себя поймите, регуляр фаст вам нужен строй, если вы планируете ловить на джиг. Следующий строй. Следующий строй — это регуляр. Классический, средний строй. Давайте вот я вам покажу именно классический регуляр. То есть, у него под относительно небольшой нагрузкой включается вот до сюда. Вот это рабочая зона. Дальше уже она только начинает работать при возрастании нагрузки. Чем хорош регуляр? Регуляр хорош тем, что мы можем очень четко работать во всем диапазоне теста. То есть, если, например, фаст, у нас тест написан там условно 5,25, то либо, ребята, это 5 грамм он не будет нормально кидать, или 25 грамм он не сможет, например, подбросить. Ну, в джиговой ловле подброса, там, ну, вот такая-то одна проводка. Вот фаст этого не сделает, а регуляр это сделает легко. Почему? Потому что, как бы, жесткость вершины позволяет нам делать эти подростки с одной стороны, с другой стороны из-за настроя спиннинг включается вот отсюда. Поэтому, в принципе, достаточно большая часть бланка работает на забросе и нам позволяет забросить минимальный вес. Это регуляр. Еще момент. Регуляр. Чем медленнее палка, тем лучше у нее чувствительность в руку при, соответственно, проводке джигой. Это тоже учтите. Я не знаю, говорил или не говорил, сейчас скажу, есть чувствительность в руку. Это когда у нас эта поклевка, там, еще что-то, и вот такая чувствительность, скажем так, джиговая, как мы назовем матришку. Вот джиговой чувствительностью, чем медленнее палка, тем лучше. Ну и последний вариант, последний вариант, это слоу. Слоу, это вот. Мы берем, нагружаем и видим, что спинник уже ушел вот сюда. Классический медленный строй. У нас это применяется в первую очередь для лоли лососевых. Вот там форели, можно там хариуса, но в первую очередь, конечно, это платник форель. То есть, когда у нас стоящая вода и нужно, чтобы спинник отрабатывал вот прям вот отсюда вот. Вот, кстати, старая модель, очень-очень популярная. Дальше. А дальше мы возвращаемся к моменту, который меня дико бесит. Встроив статики и встроив динамики. Как я уже сказал, строив динамики, в принципе, не бывает. Что же это такое на самом деле? Это жесткость и скорость возврата вершины. Вот простой пример. Вот я показывал спинник среднего строя. Как он гнется, как бы под нагрузкой вы все видели. Теперь мы посмотрим, что же почувствует человек, который возьмет фрук, особенно чайник в магазине. Мы махнем. Скорость возврата этого спинника, вершинки, очень-очень быстрая. Соответственно, 90 процентов чайников скажут, что этот спинник на самом деле имеет стройфаст. Они перепутали жесткость, скорость возврата вершины с тем, как на самом деле этот бланк работает под относительно небольшим весом. Поэтому, ремюзе всего этого очень простого. Не надо, как бы сейчас ставить себе клише. Джиг это фаст, там, я не знаю, твич это тоже почему-то фаст. Вот это вообще я не понимаю. Кто твичит фастными спиннингами? Ну, наверное, это можно. Наверное, это можно сделать, но там в режиме каком-нибудь там вот такой болтанки. Не более того, потому что нормально заставить воблер сработать, когда ты делаешь вот этот рывок, может только нормальный строй, где вершина будет достаточно жесткой зная. Поэтому, что хочу сказать. Не ведитесь на клише, полная глупость. Никогда не спрашивайте у людей, не посмотрев самим строй спиннинга, потому что ошибок огромное количество, особенно когда услышите строй в динамике, бегите, так не бывает. Это глупость, это жесткость и скорость возврата вершины. И если вы хотите описать человеку, скажем так, реальный строй спиннинга словами, ну, лучше употреблять эти термины, чем сказать, что строй в статике средний, а в динамике это быстрый. Глупость. Нет строя в динамике. Собственно говоря, на этом все, если коротко. На самом деле, вот в первый раз я что-то рассказывал, я понимаю, что, наверное, все раскатить, естественно, не смог, вы тогда, если что-то заинтересует, просто под видео вопрос задайте, я сам отвечу. Потому что, надеюсь, что вопросы все-таки будут, ну, необъятные, за, там, 10 минут, за 12 охватить невозможно. Вот, значит, еще раз, на всякий случай, кому чего, как бы, вдруг пригодится. Твич средний строй, джик средний быстрый, джик в стоячей воде, когда мы ориентируемся только визуально, например, когда мы ловим или, это как раз фаст, быстрый, крэк средний быстрый, как и джик, можно там включать до среднего строя, а форель на платнике медленный, slow, ну и, соответственно, последний это голавль, например, тут же, лучше такой средний, от среднего до среднебыстрого. Вот этот оптимальный строй по разной, немножко рыбалки и немножко по разной рыбе. Собственно говоря, это, наверное, все. Мне уже показывают время и стекло. Говорить я могу часами, но не дают. Вот, следимся в следующий раз и поговорим, наверное, о чем поговорим. Ну, собственно говоря, можем вполне поговорить о материалах. Потому что вопросы есть, вопросы не ограничиваются. И на самом деле, что там и с чем едят, именно о материалах бланков спиннингов. Чем они отличаются, что от кого ждать, вот об этом я коротко расскажу. Все, всем пока. Увидимся в следующий раз.